Добрый день! В эфире программа «Скажите, докторы» и с вами я, Елена Толстая. Сегодня мы поговорим о том, как победить осеннюю хандру, чем поддержать иммунитет в осенний период, почему нужно обязательно вакцинироваться от гриппа, можно ли долго пить витамины и для чего поликлиникам паспорт. Об этом и не только мы поговорим с главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андреем Тяжельниковым. Андрей Александрович, здравствуйте! Добрый день! Ну что, предлагаю начать с осенних хандрей, вообще со сниженного осеннего иммунитета. Почему так происходит с нашим организмом? Ведь, казалось бы, наоборот, мы должны были летом насытиться витаминами, и эти витамины должны были бы продержать нас в нормальном состоянии в течение осени. Это действительно так. Если лето человек провел правильно, достаточное количество времени проводил на открытом воздухе, занимался физкультурой, правильно питался, то, конечно, к осени он должен быть готов. Тем не менее, все равно возникают ситуации, в которых мы можем заболеть, и это связано с снижением или изменением температуры окружающего воздуха. Это связано с тем, что активность болезнетворных микроорганизмов возрастает. Именно поэтому все-таки осенью следует соблюдать определенные правила. Какие правила стоит соблюдать и что мы делаем не так? Ну, во-первых, правильно одеваться. Это действительно бич современного общества, когда мы еще одеты в летнюю одежду, хотя на самом деле уже пора доставать не только осенние, иногда даже зимние вещи, допустим, на даче или при усадебном участке. Действительно, ночью бывает достаточно холодно, и люди, просто не замечая того, что температура резко изменилась, оказываются к этому не готовы. Второе, конечно же, это, опять же, принципы здорового образа жизни, рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, здоровый сон. Это в любом случае защищает любого человека. Третье, это, естественно, то, что мы должны соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещение, мыть руки. И здесь это очень важно делать и дома, и на рабочем месте. Ну, а самое главное, конечно же, вакцинироваться от гриппа, и в данном случае сейчас от коронавируса. Но приоритетно мы сейчас понимаем, что у нас началась кампания вакцинации от гриппа, и уже традиционно это действительно защищает наше общество от развития серьезных проблем. О вакцинации сегодня поговорим еще более подробно. Пока хотелось бы вернуться и заострить внимание непосредственно на питании. Каким образом себя осенью лучше поддержать? То есть налегать на овощи, например, либо, может быть, пойти в аптеку, купить несколько БАДов, либо вот эти огромные банки мультивитаминов, которые тебе гарантируют повышение иммунитета? Естественно, здоровому человеку достаточно рационально питаться. Мы с вами помним о том, что должна быть сбалансированная диета, белки, жиры, углеводы, овощи, фрукты. Примерно половину рациона должна занимать как раз растительная диета. Это овощи, фрукты. Благо, осенью этого больше, чем достаточно. Ну а если уже есть на то какие-то показания, то по назначению врача можно принимать и поливитаминные препараты или изолированные витамины. Но все-таки злоупотреблять этим не стоит. Ну вот все-таки стоит в аптеке покупать поливитамины и пропивать их в течение месяца, например, вот там сейчас в октябре, для того, чтобы свой иммунитет поддержать, потому что мы понимаем, что сейчас будет становиться все холоднее и холоднее. Все-таки это имеет смысл делать тем людям, у которых есть к тому определенные показания, людям, которые имеют повышенную физическую активность, людям, которые занимаются активно спортом. Такие рекомендации действительно есть. Но, как правило, обычному человеку достаточно разнообразно и нормально питаться. Еще раз обращаю внимание на то, что сейчас делать это очень просто. И даже в самом злом каком-то фастфуде всегда есть возможность выбрать салат, а не картошку. Именно поэтому мы рекомендуем все-таки следить в большей степени за этим. Ну вот с витамином D дела обстоят сложнее. То есть насытить себя этим витамином с помощью еды достаточно проблематично. Но солнца у нас тоже там не так много, особенно осенью. Оставляем витамин D на регулярной основе для ежедневного применения? Какое ваше к нему отношение? К сожалению, действительно так. И солнечного света становится меньше. И пищи, богатые витамином D, мы не всегда в достаточном количестве потребляем. Поэтому, может быть, имеет смысл его дополнительно вводить в рацион. Но все-таки лучше это делать по назначению врача. А что касается витамина С, который тоже себя зарекомендовал уже как омолаживающая история, как история, поддерживающая иммунитет. Многие, насколько я сейчас обращаю внимание, тоже сами себе, в принципе, назначают какой-то 10-дневный курс для поднятия иммунитета. Стоит ли это делать? К счастью, каких-то противопоказаний, таких серьезных для приема витамина С, помимо аллергических реакций, в принципе, не выявлено. Поэтому в том, что люди его принимают, нет особого вреда. Но, с другой стороны, еще раз подчеркиваю, что съедая достаточное количество яблок или съедая достаточное количество овощей, зелени в день, ты получаешь достаточный запас, в том числе витамина С. Поэтому вот в таких случаях лучше этого не делать. Все-таки я придерживаюсь той концепции, что лучше все регулировать пищей. Но, тем не менее, еще один витамин набрал популярность во время пандемии – это цинк. Все тоже стали его пить как профилактическое средство, чтобы не зацепить какие-то заболевания и чтобы поднять себе иммунитет. Все-таки это микроэлемент, а не витамин. И здесь целесообразно сказать о том, что прием препаратов возможен. Мы ни в коем случае не говорим о том, что это категорически противопоказано. Это категорически противопоказано только определенным категориям людей, имеющих в том числе аллергические реакции. Вместе с тем бесконтрольный прием подобного рода препаратов – это и излишняя трата денег, излишняя трата времени и в определенном смысле излишние надежды. Не нужно думать о том, что принимая поливитаминные комплексы или принимая изолированные витамины или микроэлементы, ты можешь взять и при этом питаться очень однообразно одними макаронами. Если ты питаешься одними макаронами, то никакие, соответственно, витамины или микроэлементы тебя не спасут от определенного рода проблем. А может быть хорошим дополнением, либо, например, кстати, панацея от всех болезней, старые проверенные народные методы, например, там, не знаю, липа, ехинацея, имбирь, мед, лимон, то есть стоит на них налегать в профилактических целях, я знаю, но лучше с ног в конце концов. Как мы с вами поняли и знаем, панацеи вообще в принципе не существует, и для каждого человека все очень индивидуально. С другой стороны, в народных средствах тоже нет ничего плохого. И если, помимо всего прочего, вы вводите в рацион какие-то дополнительные травы, которые оказывают, в общем-то, в том числе повышающий иммунитет воздействия, это может быть дополнением к существующим другим способам повышения иммунитета, к которым, опять же, относится сбалансированное рациональное питание, опять же, активные выходные, режим сна и бодрствования. Вот основа того, что ты будешь чувствовать себя хорошо, а все остальное – это все-таки дополнение. Кстати, по поводу режима сна и бодрствования, есть какое-то волшебное правило, сколько часов надо спать осенью для того, чтобы твой иммунитет уж точно не снижался? Ну, правильно спать не менее 6-8 часов в сутки, желательно ложиться спать до 12, и, естественно, тогда ты будешь высыпаться. Кроме того, важное правило – на выходных не стараться выспаться за всю неделю. Так мы все так делаем впрок. А что делать? Все-таки имеет смысл и в выходные, и в отпуск придерживаться в основном того же режима, который есть у тебя в обычные дни. Лучше, если есть такая возможность, поспать днем, к примеру, но при этом лечь все равно в определенное время, и желательно рано утром проснуться. Потому что часто мы в отпускной период или в выходные сбиваем себе режим таким образом, что потом всю неделю пытаемся восстановиться. Андрей Александрович, интересно ваше мнение. Стоит ли доверять гаджетам, которые на сегодняшний день вообще считают, в какой фазе сна мы спим? Высыпаемся мы или не высыпаемся? Правильно ли мы питаемся, выхаживаем ли мы какое-то определенное количество шагов, либо наоборот недорабатываем по движениям? А на их показатели ориентироваться можно с точки зрения какого-то здоровья, приложения? Можно ориентироваться, но не опираться окончательно. Все-таки мы понимаем, что это не проверенные изделия медицинского назначения. Все-таки эти устройства могут давать сбои, и не всегда то количество шагов, которые ты проходишь, используя какой-то смартфон, может соответствовать реалиям той активности, тем движениям, которые ты сделал на самом деле. Тоже касается и сердечного ритма, или частоты дыхательных движений. Поэтому ориентироваться на это, безусловно, можно. Прислушиваться и, в общем-то, строить какую-то дальнейшую тактику, жизнь. Но в целом ставить себе диагнозы и тем более назначать лечение по результатам использования этих устройств не стоит. Еще многие в сентябре, но вот и сейчас в октябре, жалуются на резкие перепады температур. Говорят, что там не выдерживают сосуды, вообще скачет давление. Можно себя поддержать в этой истории каким-то образом? Если действительно то 8 градусов, то 18 градусов, то какой-то спад, то наоборот подъемы. Очень резкие. Скорее действует на человека даже не резкий перепад температуры, а резкие перепады давления. И об этом сейчас я скажу дополнительно. Про резкие перепады температуры мы уже с вами поговорили с точки зрения адекватной одежды. У тебя всегда должна быть в запасе шапка, перчатки. Лучше ты что-то снимешь, чем ты замерзнешь, и у тебя не будет какой-то адекватной защиты. Ну а что касается перепадов давления, то действительно люди на это могут реагировать, и могут появляться симптомы, такие как слабость, головная боль, заторможность. Особенно они проявляются у людей, уже имеющих хронические заболевания. И, конечно же, в таком случае, во-первых, тем, кто уже имеет те или иные диагнозы, важно принимать препараты, ранее назначенные врачом, в той дозировке, которую он назначил. И если вдруг состояние ухудшается, обращаться за медицинской помощью. Ну а тем, кто испытывает определенного рода недомогание, испытывает какую-то слабость, конечно, мы рекомендуем воздержаться, к примеру, от управления транспортными средствами, воздержаться от тяжелой физической нагрузки, потому что это тоже может быть вредно для человека. Необходимо в этот период быть особенно осторожным и внимательным к своему здоровью. Но все-таки в какой момент стоит пойти к врачу? То есть какая симптоматика должна тебя насторожить? Если, например, у тебя один или два раза закружилась голова, или ты почувствовал недомогание, это повод или нет? Повод, когда это становится регулярным. Повод, когда обычные какие-то средства, допустим, у тебя закружилась голова, ты присел, прилег, и это состояние прошло, и больше не появляется. Это, естественно, в общем-то, ситуативная какая-то ситуация, какая-то проблема, которая, может быть, возникла в результате общего совокупного состояния здоровья. Если же эта симптоматика сохраняется продолжительное время, несколько дней или тем более ухудшается состояние, то, конечно, стоит обращаться за медицинской помощью. А при симптомах ОРВИ, например? То есть на какой день врача стоит вызывать, либо идти непосредственно в поликлинику? Либо ты можешь, например, если у тебя нет высокой температуры, в течение недели лечить себя самостоятельно? Естественно, в каждой домашней аптечке у нас есть различные средства, которые тебе помогают. И в каких-то случаях, может быть, от боли в горле или от насморка стоит принять какие-то средства. Если невысокая температура, можно даже принять жаропонижающие. Но если симптоматика сохраняется несколько дней, если состояние ухудшается, тем более если температура резко повышается до высоких цифр, то обращаться за медицинской помощью, конечно, необходимо. Но в идеале есть какое-то золотое правило? То есть три дня лечитесь дома сами, а потом лучше сходите в поликлинику? Ну, все-таки это очень индивидуально. Мы же с вами понимаем, что есть люди, имеющие те или иные заболевания, факторы риска, есть еще социальный какой-то анамнез. И, естественно, в разных ситуациях стоит по-разному к этому относиться. Еще раз хочу обратить внимание, что, конечно же, при первых каких-то симптомах иногда достаточно согреться и выспаться, и все пройдет. Но, с другой стороны, если состояние ухудшается, то, конечно, за медицинской помощью необходимо обратиться. Но лучше до этого состояния не доводить. Мы уже с вами поговорили о тех принципах, которым необходимо следовать. Тем не менее, если до этого состояния все-таки довели, и раз мы вообще заговорили о медицинской помощи, о поликлиниках в том числе, в этих учреждениях появился электронный паспорт. Что это за история такая, и чем этот электронный паспорт в московской поликлинике мне, например, может помочь? Вообще какая информация там будет содержаться, и для чего он сделан? Ну, все-таки электронный паспорт поликлиники – это в большей степени такая управленческая история. Она необходима администрации, учреждения, главному врачу. На сегодняшний день все те показатели, которые мониторировались раньше в большом количестве разных отчетов, в том числе на бумаге, сегодня собраны воедино в электронные сервисы, где ты можешь видеть как показатели, связанные с оказанием медицинской помощи, так и материально-техническим состоянием поликлиники. Это, конечно же, очень удобно. Более того, конечно, для пациента это нужно с точки зрения того, что в учреждении адекватнее, эффективнее, допустим, мониторируется использование медицинской техники или обеспечение теми иными лекарственными, средствами, расходными материалами становится более оперативным. Конечно, для пациентов это, в конце концов, выражается в повышении эффективности и доступности медицинской помощи. Скажите, а во всех ли поликлиниках на сегодняшний день, в октябре, можно привиться от гриппа? Это можно было сделать уже и в сентябре, и можно сделать не только в городских поликлиниках, хотя в городских поликлиниках это можно сделать очень просто. Вы можете обратиться или к врачу, у которого вы находитесь на приеме, или к любому сотруднику поликлиники, к которому вы пришли, и вас адекватно смаршрутизируют туда, где вакцинироваться можно. Второе, что можно уже традиционно вакцинироваться в наших выездных точках. Это машины около некоторых станций метро и МЦК. В этом году добавился еще один пункт. Это центр вакцинации в ГУМе, где раньше мы вакцинировали только от коронавируса. На сегодняшний день можно вакцинироваться еще и от гриппа. Центр вакцинации в ГУМе работает ежедневно с 10 утра до 21 часа вечера. А всем ли стоит прививаться? Либо есть определенные группы риска, которые должны поставить прививку от гриппа в первую очередь, а есть те, кому еще можно подумать? Вакцинироваться стоит абсолютно всем. Правильно вы сказали про группы риска. Это люди, которым необходимо это сделать как можно скорее. В группы риска в первую очередь входят люди пожилого возраста, люди, имеющие хронические заболевания. Именно они наиболее подвержены риску заразиться. Именно они наиболее подвержены риску тяжелых каких-то осложнений, проблем, которые возникают в результате болезни. Кстати, к ним относятся и дети в том числе. И на сегодняшний день мы таких пациентов рекомендуем вакцинировать сразу же, как только кампания начинается. Но с другой стороны, всем людям желательно вакцинироваться от гриппа для того, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет. Именно благодаря этому уже в течение нескольких лет мы не видим тех вспышек заболеваемости гриппом, которые фиксировались ранее. А я правильно понимаю, что все-таки успеть вакцинироваться от гриппа надо в октябре, в ноябре? Потом эта история уже будет неактуальна. Желательно вакцинироваться как можно раньше, потому что иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель. И, конечно же, пока нет вот такого пика подъема сезонной заболеваемости у РВИ, лучше вакцинироваться для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Мы рекомендуем сделать это как можно раньше. А если ты вакцинировался, но все равно хочешь себя максимально обезопасить вообще от любых каких-то простудных заболеваний, мы уже разобрались с вами, питаемся правильно, одеваемся нормально, адекватно по погоде, но тем не менее сейчас врачи рекомендуют промывать нос солевыми растворами. И вот, не знаю, может быть лишний раз не контактировать с кем-то, может быть, вернуться в общественных местах каким-то использованием ношения масок. Можно как-то себя еще дополнительно обезопасить, в общем, от любых простудных заболеваний, когда все вокруг начнут кашлять, чахать? Держи ноги в тепле. Но как бы смешно это ни звучало, это действительно так. Мы должны, во-первых, помнить, что все-таки вакцинация, допустим, от гриппа защищает тебя только от гриппа. И, конечно, ты должен осознавать, что это не позволяет тебе пренебрегать какими-то простейшими правилами использования теплой одежды или соблюдения правил личной гигиены. Это мытье рук после особенно посещения мест массового скопления людей. Там, где все-таки потенциально можно заразиться, в медицинской организации, да, может быть, это действительно целесообразно, использовать средства индивидуальной защиты. Это важно, это действительно помогает. Что касается ограничения контактов, то, конечно же, если это возможно, да, то ходить туда, где потенциально могут быть зараженные люди, лучше не стоит. Еще очень важный вопрос. Стоит ли пройти какие-то обследования? Вот осенью, если ты не успел что-то сделать в сентябре, в октябре, то что стоит контролировать в рамках своего организма, и так как все равно ты сталкиваешься со сниженным иммунитетом, не мешало бы в определенном возрасте в поликлинике что-то проверить? Здесь мы должны поговорить просто о диспансеризации, о своевременной, ежегодной диспансеризации. Этот объем для каждого человека свой, для людей, которые перенесли, допустим, коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день есть формат углубленной диспансеризации, там отслеживаются свои показатели, которые позволяют своевременно выявить те или иные отклонения в состоянии здоровья. А вот стоит ли, прошу прощения, в обязательном порядке идти на эту послекоронавирусную диспансеризацию, если ты недавно переболел? Либо если ты чувствуешь себя нормально, у тебя в ней нет никакой необходимости? Имеет смысл действительно, если ты переболел коронавирусом, то пройти вот эту углубленную диспансеризацию для того, чтобы оценить состояние здоровья, тот ущерб, который мог нанести коронавирус твоему организму. Кроме этого, есть ряд заболеваний, при которых существует регламент так называемого диспансерного наблюдения. И таким пациентам своевременно необходимо сдавать определенный объем анализов, проходить определенный объем исследований. На сегодняшний день в медицинских организациях таких пациенток сопровождают и своевременно информируют о том, что им необходимо записаться на то или иное исследование. И то, что касается вот все-таки диспансеризации после коронавируса, давайте его обозначим для наших телезрителей. Если кто-то с этой историей не знаком, что именно у тебя могут проверить в поликлинике? Ну, во-первых, это анализ крови. Отслеживаются такие показатели, допустим, как додимер или циреактивный белок, которые способны оценить, насколько организм был поврежден в результате того воспаления, которое у тебя было, или, может быть, оно сохраняется до сих пор. Кроме этого, отслеживается функция внешнего дыхания, и это тоже важно. И в целом, если у тебя есть те или иные сомнения насчет того, что после перенесенного коронавируса ты имеешь некие изменения в состоянии здоровья, то эту углубленную диспансеризацию стоит пройти. Андрей Александрович, вот возникает вопрос. А вот все эти углубленные диспансеризации, все другие моменты, о которых вы говорите, это стандарт московской именно поликлиники? Ну, диспансеризация, в том числе углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирус, в принципе, есть на всех территориях. Вместе с тем, в Москве действительно внедрен московский стандарт поликлиники. Это особые мероприятия, которые проявляются в нескольких направлениях. Ну, в первую очередь, мы сейчас уже видим вновь открывающиеся после капитального ремонта медицинские организации, которые не то что соответствуют мировым требованиям, мне кажется, что они даже превосходят. Кроме этого, конечно же, есть и целая большая программа обучения врачей. Обучение врачей использованию медицинской техники, обучение врачей коммуникациям. И я правильно понимаю, что это все-таки регулярный уровень повышения квалификации врачей, либо переквалификации? Повышение квалификации. Создан специально целый кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы, где собрано самое новейшее оборудование, на котором можно, в общем-то, симулировать и прием, и диагностическую процедуру. Есть возможности различных коммуникативных тренингов, где наши врачи учатся коммуникации. Это действительно важно и интересно, потому что покрасить или изменить даже пространство – это одно. Ну да, либо построить кафе на первом этаже. Ну, с другой стороны, в учреждении работают люди, и они тоже требуют внимания, всестороннего внимания. С одной стороны, это обучение, с другой стороны, это повышение комфорта и статуса медицинских работников. Допустим, уже два года как нас переодевают и переодели уже в очень красивую современную форму, которая действительно отличает московского врача от всех остальных. А детские поликлиники тоже переформатированы под этот новый формат? Конечно, конечно. Изменяются не только взрослые поликлиники, но и детские. Точно так же в детских поликлиниках внедряются и форматы московского стандарта, и ценности. Это актуально не только для взрослых, но и для детей. Еще появились такие понятия, как «московский врач», «московская медсестра». Действительно, это так. Чем они отличаются от всех остальных? Этот статус дается врачу, который отработал более пяти лет в системе и который прошел определенные экзаменационные испытания. Надо сказать, что достаточно строгие. То есть, если вы видите человека со значком «московский врач», вы можете быть уверены в том, что это профессионал самого высокого уровня. Это экзамены теоретические, это экзамены практические, это собеседование. Это действительно врачи с большой буквы. Мы все преклоняемся перед этими людьми. Ну а для врачей, помимо статуса, помимо знака отличия, это еще и дополнительная возможность заработка. Все эти врачи получают доплату к заработной плате. Ну вот тогда в завершении нашего разговора от всех московских врачей, можете тогда нам дать три главные рекомендации, как поддерживать себя здоровым и активным этой осенью. Спасибо большое за эту большую ответственность, безусловно, от всех московских врачей. Хотелось бы, наверное, сказать все-таки в большей степени от себя. Это рациональное питание, адекватные двигательные нагрузки, адекватный режим сна и бодрствования. Ну и, конечно же, своевременное обращение за медицинской помощью и адекватное использование тех рекомендаций, которые дал врач. Это еще одна проблема, когда мы, чуть-чуть почувствовав себя лучше, сразу же бросаем прием препаратов, в том числе достаточно серьезных, к примеру, антибиотиков. И поэтому лечение бывает не всегда эффективным. Поэтому не болейте, соблюдайте эти правила, и все будет хорошо. Ну и важно еще не забыть привиться от гриппа, пока есть такая возможность. У меня в гостях был Андрей Тяжельников, и сегодня мы постарались ответить на самые актуальные вопросы о том, как справляться с осенней хандрой с приходом осени, а также оставаться здоровым и бодрым. В эфире была программа «Скажите доктора», а я, Елена Долстая, прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok